Что такое двойные стандарты? Оксфордский словарь английского дает примерно такое определение. Двойные стандарты – это правило или принцип, применяющийся строже к некоторым людям, чем к другим, или самому себе. Политика двойных стандартов в международных отношениях встречается нередко. Чего стоят исторические вопросы вокруг Мюнхенского сговора или Пакта Молотова-Риббентропа? Но бывает так, что от двойных стандартов и лицемерия властей страдают не другие государства, а граждане твоей собственной страны. И, к сожалению, таких примеров современной России становится больше. Например, в последнее время со стороны Кремля, а следовательные пропагандистских СМИ, резко возрос интерес к Польше и ее роли в развязывании Второй мировой войны. Об этом на телеканалах готовы говорить сутками. Ведь что может быть важнее для российского зрителя? Владимир Путин обвиняет предвоенную Варшаву в сговоре с Гитлером. Польша заигрывала с правительством Третьего рейха, чтобы урвать кусок европейских территорий. И этому есть неопровержимые доказательства. По логике Кремля, так выглядит борьба за историческую справедливость. Но почему не добиваться исторической справедливости в отношениях, скажем, ветеранов? В Германии и Великобритании ветераны Второй мировой могут получать до 10 тысяч долларов в месяц. В пересчете на рубли это примерно 600 тысяч. Тем временем в России с триумфом сообщается о том, что ветераны вместо 10 тысяч рублей ежегодной единовременной выплаты получат аж 75 тысяч. А если повезет, то чиновники в норковых шубах могут и булку хлеба подарить. Показательна и ситуация вокруг коронавируса. Совещания правительства, прямые включения из российских и китайских городов в ежедневных ток-шоу. В это же самое время в России уже давно процветает эпидемия ВИЧ. Данные ужасают. Заболевание выявлено у более 1% от общей численности населения страны. Ситуация такова, что прямые включения можно делать из любого российского города хоть каждый день. Но все это время власти ведут себя так, будто цифры находятся в диапазоне стат погрешности. А главными рупорами профилактики становится не Минздрав с Минобразованием, а YouTube-канал Юрия Дудя, чей выпуск про ВИЧ стал для многих откровением. Уже хрестоматийный пример двуличия в высших классных кругах – это когда самые ярые патриоты на словах своими делами доказывают обратное. Заявление о том, что это сокращение свобод демократических – это не более чем популизм. Надо сказать, что то законодательство, которое есть, например, в европейских странах, значительно жестче, чем наше законодательство. И, конечно, то, как действует полиция в западных странах в сравнении с нашим ОМОНом – это намного более жесткая реакция. Так говорил бывший депутат «Единоросс» и комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель в 2012 году. А в прошлом году стало известно, что Шлегель получил немецкое гражданство. Все-таки нужно обладать большим мужеством, чтобы перебраться в страну, где бесчинствует полиция. Из России, где правоохранительные органы всегда ведут себя максимально учтиво. Или, как любит повторять президент, правоохранительные органы действуют в рамках закона. Судебные органы действуют в рамках закона. Представители власти должны действовать в рамках закона. Все должны действовать в рамках закона. Всегда действуют только в рамках закона. Постоянно напоминать, что все вокруг должны действовать исключительно в рамках закона и при этом игнорировать расследование ФБК, когда речь идет о коррупции – это тоже классический пример двойных стандартов, которым уже давно никто не удивляется. Вы что, не знаете об этом, что ли? Мир всегда стоял и, к сожалению, продолжает стоять на двойных стандартах. Когда изуверские политические расправы сотрясают какую-нибудь затерянную в африканских джунглях страну, европейское общество не вскипает негодованием. Что с них взять? Да и как воздействовать? Экономика таких стран, как правило, примитивна и слабо интегрирована в мировую, так что от санкций толку не будет. С другой стороны, угроза расползания политической практики подобных режимов на Европу вроде не просматривается, и волны беженцев, горящих желанием отомстить цивилизации за ее чрезмерное благополучие, оттуда не докатятся. Далекий, чужой мир. Не посылать же туда сразу экспедиционный корпус, вызывая призраки мрачных колониальных времен. В конце концов, могут и послать, если события принимают совсем уж катастрофический оборот, как в Руанде, как правило, посылают с большим опозданием. Когда иранские исламофашисты показывают по телевизору своих оппонентов, признающихся в работе на все разведки планеты Земля и ее ближайших галактических окрестностей, а также в связи с джиннами, это тоже воспринимается как нечто, происходящее в далеком и чужом мире. В мире, с которым и так почти нет общих дел. У нас, в Европе, такое невозможно. Давно даже тоталитарные режимы СССР и его сателлитов избегали такой практики после смерти Сталина. Против диссидентов использовались статьи о пропаганде, агитации, клевете. Те, кого удавалось психологически сломать, признавали вину в этих ужасных деяниях и каялись. Но подкопы из Бомбея в Лондон им уже не шили. И политических не только не пытали, даже не били. За двойные стандарты рано или поздно приходится платить. И вот уже в культурной, образованной, чисто европейской стране пиратски похищенный оппозиционер-эмигрант с плохо скрываемым гримом следами побоев на лице признается на камеру в организации массовых беспорядков, которых не было и которые он физически не мог организовать, даже если бы хотел. Тем самым узурпировавший власть в этой стране фашистский диктатор показывает изумленной Европе, что он может все. Может то, что казалось у нас невозможным. Давно и безвозвратно ушедшим в прошлое, и ему за это не будет ничего. Вот захочет и сделает так, что завтра Роман Протасевич точно так же на камеру признается в массовых зверских убийствах мирных граждан Лугандона. А вы, господа, опять будете лепетать про глубокую озабоченность. Вы же не отключите его от свифт, не перекроете белорусский транзит. Вы же правовые государства. Так вот, нет у вас для этого правовой базы. Вы же не можете диктовать своему частному бизнесу, как это может делать он или его кремлевский покровитель. Европа проглядела авторитарно-тоталитарный реванш прямо у себя под носом. Он пришел не из архаичных полуфеодальных обществ, одной ногой стоящих еще в племенном строе. Он пришел из среднеразвитых постиндустриальных стран самой Европы. Сначала этот новый авторитаризм казался совсем не страшным, он действовал преимущественно мягкой силой, почти без традиционных для диктатур репрессий, почти без политзаключенных. Внешне он соблюдал общепринятые правовые и гуманитарные приличия. Обеспечив большинству приемлемый уровень благосостояния, новые авторитарные режимы добились деполитизации общества, его безразличия к выборным, судебным, информационным манипуляциям. Никто никому не запрещал выражать любые взгляды и мнения, просто выражение несогласия вытеснялось на общественную периферию, а сколько-нибудь значимые СМИ брались под контроль с помощью бандитских рейдерских захватов, оформлявшихся как вполне легальные споры хозяйствующих субъектов. Аналитики заговорили об уникальности путинского режима, сумевшего обеспечить несменяемость и неподконтрольность власти в условиях небывалой информационной открытости и свободы. Но оказалось, что режим готов терпеть выражение несогласия и распространение альтернативной информации лишь до той поры, пока интернет, куда они вытеснились, воспринимался как ни на что не влияющая маргинальная информационная периферия. Авторитаризм как был, так и остается несовместим со свободой слова, во всяком случае в длинной перспективе. Либо авторитаризм убьет свободу слова, либо свобода слова убьет авторитаризм. Авторитарные режимы это знают и потому всегда будут стремиться убить свободу слова. Сегодня путинский режим вступил в стадию перехода от политической демобилизации к политической мобилизации, к политике принуждения не просто к лояльности, а к массовому участию в ритуальных выражениях верноподданнического восторга. Авторитарный общественный договор по формуле «Вы не лезете в наши дела, а мы не лезем в ваши» расторгнут. Путинская Россия все явственнее приобретает черты классической тоталитарной фашистской диктатуры. И это властно требует окончательной зачистки сохранившихся оппозиционных лакун. Наступление на остающиеся островки свободы ведется широким фронтом. Это и все новые запретительные законы, делающие невозможной какую бы то ни было оппозиционную активность. Это и все новые способы перекрытия доступа к нежелательной информации в интернете. В качестве полигона для обработки новых репрессивных практик кремлевский верховный «Саламандр» использует вассальную вотчину своего минского тараканища. Европа слишком долго смотрела на путинские шалости, как на шероховатости недозрелой демократии, которые пройдут сами собой по мере естественного развития и пройдут тем скорее, чем активнее путинскую Россию будут вовлекать в многосторонние связи с демократическим миром и благотворно на нее влиять. Европа вырастила на своей груди чудовище, которое теперь угрожает ей самой. Путин и его Лукашенко не могут обойтись без многосторонних связей с развитым демократическим миром. Они паразитируют на этих связях. Именно эти связи позволяют им поддерживать относительную социальную стабильность, но они же несут и угрозу. Выдавливаемая за границу оппозиция сохраняет широкие возможности обращаться к своим странам через интернет. Возможности, которых никогда не было раньше. И никакие блокировки и запреты не могут перекрыть эти возможности. Поэтому новые диктатуры неизбежно будут стремиться распространять свои репрессивные практики на демократический мир. Они будут не только принуждать его правительство к молчаливому признанию своего права на карательные операции за пределами своих границ, включая похищение и убийство. Они будут принуждать западное правительство к ведению собственных ограничений на свободную общественную деятельность. Они будут принуждать к ведению самоцензуры международной интернет-компании и социальной сети, используя все те же финансовый кнут и финансовый пряник. Чтобы обезопасить себя, современные диктатуры должны переделать демократический мир под себя. Если демократический мир не хочет переделываться под новые диктатуры, он должен пожертвовать наработанными многосторонними связями с ним, наступая на горло собственной песни, собственным бизнес-интересам. Он должен по-настоящему изолировать источник опасной инфекции. Только это может вынудить новые диктатуры начать переделывать себя под демократический мир. Субтитры создавал DimaTorzok